При значении электротехника по накерунку «Гомель-Минск» потребование часу. Эта линия – одна самых пассажира, напруженных на белорусской чагунцем. До речи, выршено покинуть в раскладе руху и звычайный тягник, и керобить припыльки на всех больше-межбуйных станциях. Что тычь за кошту проезда у электротехнику, то и он выше не едина полову. У салоне другого класса, например, до Минска можно доехать, прикладно за 8 доминованных рублев. У салоне первого класса цена билета крыху больше, але и умовы инши. Бадай, самое утульное место – у салоне первого класса, який находится в первом же вагоне. Дякуючи конструктивным особенностям, тут створены больше комфортные умовы для отпочинку и работы подчас поездки. До речи, усе вагоны электротехника заявляются зоной свободной от курения. Электротехник «Интерсити» распроцованный по техническим заданиям белорусской чагунки для эксплуатации в формате бизнес-класса на отлеглости до 500 км. Причем, минавито, гэта тягник – пеший, який вырублен на белорусско-швейцарском предприятии «Штадлер-Минск». Вытворцы заполнивают по якосью, ничем не соступая за межным аналогом. Люди очень компетентны здесь. Это видно примерно обучение сварщиков у нас. Получилось гораздо быстрее, чем обычно занимаются у нас в Швейцарии. Может быть, это исторически, люди просто это делают лучше. По усих вагонах электротехника «Гомель-Минск» продугледжены такие послуги, як бесплатный доступ до интернету, индивидуальное осветление и махчимость зарадки мобильных телефонов. Плюс экраны с информацией об маршруте, температуры поветра и худкости руху. Тягник отповедает усим сучасным потребованиям по узровне комфорту, у тымнику для людей с обмежованными махчимостями. Все продумано, эргономика, все очень правильно. Пандусы сделаны идеально для инвалидов, не затруднит подъем пожилых людей. Все сделано с умом, мое мнение. Самое главное, что время экономится. Пассажиров очень красиво внутри, очень свободно, все продумано для человека. Открытие нового на керунку стало махчимом после завершения реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Вомель-Жлобин-Осиповича. Теперь во управлении белорусской чехунки огучают планы развития межрегиональных перевозок бизнес-класса по межминскому и иншим областными центрами с перспективой выйти на международные линии. Следующий этап у нас будет международный. С учетом завершения электрификации в 2017 году в направлении Литвы-Вильнюса, то на этом маршруте уже будет работать подвижной состав именно для международных линий. Олег Синтеров, Игорь Марищенко, Телерадио, компания «Гомель».